Ничего, вот такие у нас гости тут бывают. Смотрите и радуйтесь сами на себя, и мы на вас смотреть будем. Сумасшедшие несколько гостей, но уж какие есть. Ну так, мы и сами такие же. Как говорится, скажи мне, кто твой гость, и я скажу, к кому он пришел. Типа того. Да? Ну вот, наверное, все. Начинала я с братской любви, с сердечности и так далее. Дошла я до полного экстремизма. Думаю, хорошо бы взять ружьишко, но ружьишко это вообще не очень интересно. А вот пулеметик или гранатометик, побегать, пострелять. Не дамские такие вот. У меня мысли, в принципе, все к этому идет. Вот была эта заварушка у нас, пущ, или как там ее назвать. Стреляли везде, я сидела дома. Думала, пойти посмотреть, погулять что ли. Пострелять? Интересно. Вот пострелять мне, кстати, не удалось. У меня нет как-то оружия. А так очень интересно было походить, посмотреть. Ну, конечно, некоторые считают, что это было бы ходить там жизнью, рисковать. А в такой обстановке вообще атрофируются всякие чувства относительно этого. Мы, кстати, вот по поводу оружия. Торговля оружием я занялась. У нас на черемушках продаются хлопушки, бомбочки, фейерверки различные. Вот производят они эффект потрясающий. Вот, например, на открытии нашего сезона я такой фейерверк у нас в помещении взорвала. После чего у нас там занавески начали гореть, барабанщики там всякие дымились у нас. Так что мне сразу позвонили с второго этажа, там из офиса сказали, Света, у вас пьяные панки взрывают бомбы там. Наведи порядок, мы сейчас вызовем милицию. Вот Чудо-юдо, когда ездили на гастроли в Питер, они в поезде взорвали такую бомбочку. Из окна они взрывали, там кидали. В принципе, они безопасные абсолютно. Можно вот даже в курсе взорвать. Но поезд остановили, смотрели, кто взрывает. Каким-то образом их не вычислили, не знаю. А то могли залететь, конечно. Мы тоже там бегали, взрывали, под машины бросали на улицу в Питере. Конечно, шоферы там могли получить какой-нибудь инфарктик. Но последствий никаких. Так что все, слава Богу, нормально. Очень-очень хорошее развлечение. Я вот на Тишинский рынок хожу по выходным. Теперь каждый мой приход ознаменовывается взрывом. То есть у меня... Твоего поведло? Нет, это кокосик делает. Кокосик, пиротехник, чудо-юдо. Я вот взрываю, и как бы все сразу знают, а, ладно, пришла. Конечно, там сразу на меня бабки там орут. Ты что делаешь? Но ничего страшного. Пусть и поорут полезно. В принципе. Телега к концу подошла. Очень я люблю вот так вот напрямую репортаж, вот когда по телевидению особенно. Трансляции напрямую. В ней не могут принять участие журналисты, которые все отредактируют и испоганят. А получается, что вы сами ответственны за все, что сказали, как сели, как смотрели и так далее. А журналистам фига, не могут они ничего сделать. Да, так и с глазами. Поэтому я надеюсь, что в вашем фильме тоже так же будет. Вы ничего не будете подделывать потом там. А я и не умею. И ничего вы вырезать не будете. Без проигрыша. Вот о чем вы говорили по поводу похабщины журналистской сегодня, царящей в России. Такое впечатление, что все эти люди из одного кружка вышли, где все они обучались вот этому вот похабному стилю. На кой же хрен брать интервью у разных людей, если, например, какое бы интервью ни прочли, все время одно и то же, только фамилии заменены. То есть все время говорит журналист. Это стиль журналиста, а не людей, которых он интервьюирует. Магнитофон ставят, все записывают. Зачем? Все равно же написишь то, что ты сам хочешь написать. Не учитывают и забывают, что все-таки это же, в общем-то, жанр-то такой лимитированный. Поэтому мне так всегда и немножко было неинтересно. Это, если так честно относиться к тому, что делаешь, значит, надо же передать то, что люди говорят, которых ты интервьюируешь, а не то, что ты сам думаешь. Сам думаешь, можешь там между их фразами что-то вставить. Не соглашаешься или споришь. А вообще-то, по идее, передаешь ведь то, что другие люди говорят. Не так с российскими журналистами советскими. Совсем не так. Они пишут все, что они хотят. Свои любимые выражения используют. Вставляют в уста мои, например. Замечательно устроились русские люди. Ну, а сейчас промежуточный вариант, по-моему, между советскими и российскими. Что-то такое вот. Да, не знаю. На редкость похабленькая. Только какое-то явление, мне кажется. Ну, все. Заканчиваем. До следующих. В следующий раз будет песня. Все. Все говно, что не я. Мне так кажется. Все ли я, что не говно? Мне так думается. Говно ли я? Не я ли говно? Все ли я? Все ли не я? Я ли? Не я ли? Говно ли говно ли не говно ли? Все говно, что ли? Все. Все, неужто все? А что у тебя еще? Всего 40 секунд, мы говорим. А, еще начали. Очень добрый, ласковый, расскажи. Добрый, ласковый, светлый, пушистый. Что ласковый, что ласковый, что ласковый тебе рассказать, что доброго тебе пожелать. Беземотно пусть будет всем тем, которые я, яхонтово, ягодно. Вот так вот. Ну что, прощайся со зрителями. Придадимся иммуаром каким-нибудь. Иммуаром? Что лучше вспоминать? Зиндеры или Азов? Азов, конечно. Конечно, Азов. Ну, Азов это великий город. Очень бы хотелось бы опять полазить по крепостному валу. С камерой? С камерой. Ну, конечно, с камерой. А с чем же еще? Поснимать там всякие красивые виды, всяких красивых девушек среди красивых растений. Разве это не здорово? Вот. Мне вообще вещи очень полезны. Я уже убедилась. Сама же будешь прибегать и любоваться. Буду. Игорь приводи. Пусть тоже любует. Приведу. Обязательно. Я думаю, ему тоже понравится. Он даже специально для вас посетил такой список. Так. Да. Ну, я думаю, что теперь во все всякие хорошие места, там, во всякие поездки, там, ну, на всякие тусовки какие-нибудь уматные. Ну, будет чем-нибудь где-нибудь за городом такой. Исключительно. Тоже можно будет брать с собой. Приятно. Да. Так что, вот, обеспеченную чуть-чуть памятью. Да. Ну, попрощайся. На сегодня больше новостей нет. Ну, прослушали мы альбом, так сказать, Наташи Лимоновой, Натальи Апельсиновой. Вот. Очень нам понравился. Это хороший альбом, профессионально сделанный, так сказать, в хорошем, так сказать, ключе и с режиссурой, и с текстами. Это, конечно, наше поколение, и танцы там, и все такое прочее. Ну, это, если на западный уровень, это где-то все-таки оппозиция, это андерграунд западный. Вообще, интеллект в рок-музыке, это на самом деле уже подполье. Когда, так сказать, в роке уже бряцают интеллектом, это уже подполье. Я в восторге, я первый выкупил пластинку, если она была из пластмассы, а у меня нету, к сожалению, такого. Я вот с удовольствием, если Наташа будет смотреть, если вот Вася покажет эту кассету, вот, я вот хотел ей большой привет передать. У нее вообще талант артистский просто, она настоящая актриса, просто актриса. Это театр одного актера, театр песни. Человек просто сам может вести концерт, сам петь, говорить, рассказывать, ну и делиться, так сказать. Со своими друзьями. Мне надо всегда вспомнить, кто познакомил Наташу с Васей, кому процент. Вот. Ну и так далее, в общем. Ну ладно, ты скажи что-нибудь доброе и теплое-то вообще. Ну, в общем, теплое, ну, так сказать, что я хочу сказать. Я хочу пожелать, так сказать, Наталье Апельсиновой дальнейших творческих успехов, любви, дружбы. С ее, можно сказать, супругом. Вот. Ну и так далее надо делать. Я думаю, вот, кстати говоря, конкретная, конкретная идея, это в том, что все-таки нужно немножко сделать, можно, два альбома. Полтора часа, а по 40 минут лучше два альбома сделать, чем какой-нибудь там часовой. Хорошо, главное здесь нужно вот не ошибиться, не ошибиться с расстановкой вещей. То есть пластинка должна быть замкнута внутри, как единая все-таки, единая позиция. Театр песни, это единое должно быть, единый замысел. Это не просто набор песен, тогда будет здорово. Аранжировки еще хорошие. Примет там, карабасу, барабасу или бегемот. Аранжировки очень хорошие. Музыка, правда, поменяет Тухманова по гармонии. Язык, музыкальный язык тухмановский. По волне моей памяти, вот это все. Такие восточные мотивы. Но главное, что очень четко текст подчеркивается интонацией. Чистота интонации, чистая интонация, это вообще редко. Вот, кстати, противоположность в Абанг, где интонация совершенно не соответствует, так сказать, замыслу. Вот здесь все чисто. Интонационно чисто. Это хорошая вещь. Ну, я на процент. Я хочу про процент еще раз повторить все-таки. Вот Прусакову мы познакомились, Шапира, а Прусакову никого процента. Не может, мы издем. Ну, что, все, что ли? Да, ну, я заканчиваю, так сказать. Хочу поблагодарить нашу партию, правительство, наши демократические власти, выбор России, лично Бориса Николаевича Ельцина за моральный вклад в деле нашего советского рока. И я еще бы его похвалил, если бы он мне немножко денежек дал бы. Если бы Борис Николаевич дал бы денежек, я бы его хвалил долго и долго и долго. Ну, а последний раз этим летом, кстати, вдруг мне начинают испить и развонки сыпятся там. Говорит, с тобой все в порядке, да? Да, все в порядке. Вот у меня. Говорит, а тут нам один приятель, называет общего приятеля, говорит, а, вот, Сеня, говорит, умр. Предыдущий раз, это когда меня как раз видно, все это, что он ножик спину выткнул. То есть там по ходу действия слух этот передавался, но в конце выяснилось, что я умер. Нет, это тоже ошибочка была. Слухи несколько преувеличены. Да, нет, преувеличено. А перед этим просто я, ну, у меня два года в Москве не было. Совершенно, причем не заездами, никак, так, блядь. Болтался весь. Так что говорят, когда человек раньше времени хоронит, он долго жить будет. То есть, если три раза хоронили, то я не знаю, что бы там полагается тогда. Ну, скажите, на память тоже. С праздничком. С днём рождения. Да, с днём рождения, Дусеевич, совершенно. Основным колом, конечно, стоят проблемы тележечников в московском метрополитене. Некоторые люди даже считают, что человек постепенно мутирует и превращается в предаток к этой самой тележке. Он сам по себе перестаёт думать. Думает за него тележка, а он подчиняется воле случая. Но это не самая главная проблема. Самая главная проблема сегодня, наверное, это выборы. Поскольку мы будем смотреть через несколько лет на себя, да, вот, будем вспоминать, что нас волновало. Но вот сегодня нас волнует ещё и выбор. Страна стоит перед выбором, стоит, и вид у неё хреновый, надо сказать. Устала, замёрзла, глаз такой приболевший. Не у меня, у неё. Ну и кого выбирать, ты скажешь. Я человек от политики далёкий, но в этот раз решил, я пойду голосовать за Жириновского. Почему? Во-первых, потому что этот человек правильно смотрит на мир, на политику, и на свою собственную роль в этой политике. А во-вторых, это живая сущность, живая субстанция. Понимаешь, вот кто ещё из политиков ходит по рок-клубам? И кто ещё согласился бы в своём офисе создать какой-нибудь рок-магазин? Никто больше. Один Жириновский. За него и надо идти голосовать. И не будет больше проблем, как он сам, кстати, говорил по телевизору, не будет разногласий в семье, у станции душевный комфорт. Возможно даже, я точно сейчас сказать не могу, но возможно, всех обеспечит жилплощадью. А это, так сказать, главное решение всех проблем. Всё. Спасибо за внимание. Вот, Вась, пойду голосовать за коммунистов. Всю жизнь боролся? Да не, не боролся, но так, ну, само вступил в последний день школы. Пионером был плохим, теперь надо грехи искупать. Вот. Так что, буржуи мне не нравятся. Какие-то скучные люди. А Жириновский? Жириновский, ну так, что-то он. Весёлый? Весёлый. Ну, как-то несерьёзный. А коммунизм, он уж тысячи три лет существует. Ещё Платон обосновал коммунистическое общество. Платон не дурак был всё же. Вот. Так что, все коммунистические, тоталитарные государства внесли большой вклад в мировую культуру. Например, Египет или Рим, кстати сказать. Ну, и Рейх, в принципе, та же идея. А финская демократия, зачем-то Сократа Казмила за вредные идеалистические, коммунистические идеи. Демократическое большинство распяло Иисуса Христа единым голосованием всего народа. Так что пришлось Понтию и Пилату лишь руки умывать. Потому что демократия, она ничем хорошим не отличилась. А коммунизм, он так людей заставлял пирамиды строить, сооружать, не знаю, города. В общем, я думаю, что без коммунизма скучно будет. Вот. А когда одни буржуи останутся, будут себе тряпки покупать. Это довольно-таки скучно здесь. Потому что поэтому пойду проголосую за коммунистов. Может, в партию вступлю в коммунистическую. Если... Скажи что-нибудь на прощание. Если денег совсем жизнь плохая, ну, на прощание чего? На прощание сказать. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну, все. Все. Продолжение следует...